И снова здравствуйте! Сегодня вот всё-таки решила искупать свою улиточку в глине. Кто смотрел предыдущее видео, те знают, что улиточка у меня не кушает уже дня 4-5. Я точно уже не помню. Может даже и неделю. Хотя она активная. Ну не сказать, что активная, но она ползает. У неё признаков выпадения нет. Опухания нет. Ракушка у неё нормальная, в отличном состоянии, можно сказать. Но она не кушает. Что-то она у меня стрессует. Сейчас вот она попьёт глинки. Может быть у неё всё-таки аппетит появится. Я уже не знаю, не знаю, чем её лечить. И вообще причину не знаю. И вообще сколько могут прожить улитки без еды. Хотя вероятнее всего она, может быть, и мох ест. Но почему у неё нет отходов производства, так сказать, как кулик у неё нет. Террариум у неё чистенький. Без отходов. Не знаю, что с ней происходит. Может быть, ей места мало. У неё террариум, контейнер, так сказать, на 12 литров. Конечно, я понимаю, что мало. И думаю, или пересадить её к другой улитке в 30-литровый, или придётся всё-таки новый купить, второй на 30 литров и пересадить её туда. Я же тут, дурья, такая башка. Думаю, на беременность. А она же у меня жила одна. Она с рождения жила одна. У меня две улиточки живут отдельно. В отдельных, в этих контейнерах. А те, там живут по две, по три улитки. А вот эти две, они у меня самые большие. Они всю жизнь жили отдельно. А я смотрю, у неё беременность какую-то выискиваю. То, что не в беременности дело, это точно. Вот у неё вот такой вот контейнерок маленький. Смотрите, я и потёрла морковки. Порезала кабачок тоненько. Думала, она поест. Вот, тонюсенький такой. Так она и не притронулась. Травка у неё здесь зеленеет. Она могла бы травки пощипать. Кокосовый субстрат у них новый совершенно. Я всё меняла. Прокипятила его полчаса. Промыла его до прозрачной воды. Это всё у них свеженькое. Мох в гараже нашли абсолютно зелёненький, свеженький. Там немного старого оставалось. Я его тоже сюда же добавила им. А этот зелёный, его можно даже и кушать. Нигде не нашла я её каках. Всё чисто. Если бы она даже мох ела, у неё бы всё равно что-то было. Но не может же она съедать свои какашки, как вы думаете? Нигде нету. Раньше она кальций хорошо кушала. Сейчас вот всё стоит. О, а она уже у меня совершает побег. Не хочет глины. Не хочет ничего. Так, давай сейчас. Мне надо как-то тебя оттуда вытащить. Одной рукой у меня не получится отковырять её. Она даже и ползёт медленно. Раньше только подставишь руку, а они уже за секунду на руке. А сейчас, может быть, у неё даже и сил нет ракушку подтянуть. Вроде тело вытягиваю, а-то ракушку подтянуть не может. Так, сейчас я её искупаю, помою её и посажу в свой домик кушать. Смотрю. Сейчас отмою эту всю глину с неё, пока она не засохла там на ней. Ну, давай, ползи, выползай уже. Пойдём купаться. Может, водички попьёт лучше будет. Вот, смотрю, дыхальцы. А потом уже вспомнила, что она же одна жила. Откуда у неё там будут яйца? Ой, девочки, простите, не заметила, как камера перевернулась, так и снимала. Не знаю, видно будет вам или нет. Очень мелко. Смотрите, ракушка у неё практически идеальная. Даже совсем идеальная. Вообще, ни сколов никаких нет. Этот прирост она ни разу не ломала. Помыла её, такая чистенькая, стала блестящая. Водички немножко попила. И ползёт она всё-таки к камху. Из тарелки ничего не ест. На днях купила батат. Все улитки его так хорошо ели. Я с добавкой им давала. Да, мох она всё-таки кушает. По-моему. Буду смотреть, ещё не знаю, чем её лечить, что ей дать. Может, ей чего-нибудь слабительного такого. Или жиденького. Пюрешки купить детского питания, если... А эти, смотрите, что тут делают старушки мои. Они играют в вертолётики, паровозики. Где у неё голова, непонятно. Смотрите. Это сидит на этой. А у этой где голова? Она распласталась там, как гриб поганка. И вот так вот всю ночь они. Ракушка побелела. Бывает, что у них нормальная ракушка. Бывает, вот так вот белеет. Но влажность скачет у меня, да. Это я признаю. Помидоры вообще не едят. Надо выбросить уже. А то они быстро портятся, помидорки. Кабачки с ботатом могут подольше полежать. Вчера тыковку купила. Натёрла тыковки ещё им. Зелени сейчас нет, поэтому пока что семенами обхожусь. Вот эти улитки старенькие у меня живут вдвоём. Контейнер у них на 50 литров. Они живут вдвоём. Здесь им прекрасно всё. Вот у них целый день. Целый день любовь. Интересно, так я в такой позе их ещё ни разу не видела. В паровозике играем. Так. А это всё-таки мох кушает. Да, может быть, начнёт есть. Смотрите, она напала на него. Видите? Всё-таки ест же она его. Ест! Ест! Ну, как я так не заметила, что телефон у меня перевернулся. Вот, посмотрите на ракушку. В 7 месяцев она у меня была 13,7. Вот эта самая большая была улитка. Почти 14 сантиметров. Ну, всё, она больше расти, наверное, не будет. Их, может быть, вдвоём уже можно посадить. Я просто их держала по отдельности. Думала, они вымахают у меня большие. Да, девочки, всем спасибо за комментарии. Спасибо вам за вашу поддержку, за помощь, за советы. Потому что я сама начинающий улитковод. Практически 8 месяцев только они у меня живут. Я ещё ничего не знаю. Также учусь, смотрю видео. Вступила в ВКонтакте. Группа хорошая есть. Там всё рассказывают про улиточек. Там набираюсь опыта. Советовать вам пока ничего не могу, потому что сама ничего не знаю. Думала, что возьму улиточек. Вот, всё хорошо будет. Выращу их. Однако бывают и проблемы, с которыми не знаешь, как справляться. Вот здесь вторая у меня вот в этом контейнере. В большом живёт. Сейчас мы посмотрим. Вот я и думаю, может, мне к ней её подсадить, чтобы они вдвоём жили. Смотрите, кальция сколько она съела. Они две самые большие. Вот эти у меня втроём живут. Ракушка у них не очень, но это будет отдельное видео, потому что они постоянно друг на дружке сидят. А на сегодня я уже, девочки, с вами прощаюсь. До новых встреч. Будем наблюдать за улиточкой, как она начнёт кушать. Я вам похвастаюсь. Ещё раз спасибо вам за вашу поддержку, за ваши советы. Буду ждать ещё советов. Может быть, ещё кто-нибудь что-нибудь мне подскажет. Буду рада любому совету. Ну всё, пока-пока. Всем до новых встреч.